Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Альбика Ильясова и мои коллеги-корреспонденты программы. В этом выпуске. «Дети Евразии. Послы мира. Экспедицию в праздник» устроила Удмуртская республика. В пяти городах Израиля прошли семинары для родителей и преподавателей русского языка. «Эко-толк. Четвертый всероссийский экологический диктант» приглашает к участию. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в Удмуртии прошел очередной этап проекта «Дети Евразии. Послы мира» под названием «Экспедиция в праздник». Его участники познакомились с историей народов, проживающих на территории республики, побывали в купеческом городе Сарапуле и навестили прославленный певческий коллектив «Бабушек из Буранова». Своими впечатлениями от увиденного поделится наш специальный корреспондент Евгения Фахурдинова. Ассамблея народов Евразии расширяет горизонты для детского медийного творчества. Интернет-портал «Дети Евразии. Послы мира» позволяет познакомиться со сверстниками из разных регионов России и стран Евразии. Все работы участников уникальны, самобытны и рассказывают о традициях и национальных особенностях. Самое приятное, что за этими рассказами следуют и живые встречи. Делегация из республики Бурятия ждала их с нетерпением. Сначала ребята доехали до Москвы, впервые прогулялись по знаковым местам столицы и отправились в Удмуртию, чтобы через творчество поделиться частичкой своей малой родины. Я подготовила в подарок творческий номер. Туда входят приветственные слова на бурятском языке и народные бурятские танцы. «Дети Евразии. Послы мира» — это проект, который помогает детям заинтересоваться историческим наследием страны и приобщиться к межкультурному взаимодействию через любовь к творчеству. И вот сюда, приехав в Ужевск, я поняла для себя вот что. Мы русские или мы буряты или удмурты, мы ощущаем целостность, когда мы вмещаем в себя всю Россию, все многообразие культуры, своей Родины, мы ее не знаем. Участники экспедиции побывали и на 18-м международном фестивале семейного медийного творчества «Подсолнух», организатором которого является Ольга Черкова, президент региональной детско-общественной организации «Журовейник» и международного гуманитарного проекта «Дети Евразии». Международному фестивалю семейного медийного творчества «Подсолнух» исполняется 18 лет. И в этом году тема фестиваля «Учитель, родитель, ученик», ну потому что у нас в России год наставника. Традиционно в этом фестивале принимают участие и особые дети, поэтому мы его начинаем в одном из лучших детских мест Удмуртии, Республиканском реабилитационном центре Адели. В этом месте не говорят о болезни, в этом месте говорят о здоровье и творчестве. Главным принципом проекта «Дети Евразии» выступают правила «Дети детям». Ведь такой подход помогает им легче, доступнее понять как ценности патриотизма, так и духовно-нравственные традиции народов России и мировых евразийских культур. «Дети послы мира» здесь передалось очень сильно, как дети видят взрослых, как они видят природу, как они видят этот мир. Проект «Дети Евразии. Послы мира» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Его участники познакомились с маленькими городами Большой Евразии, посетили детский музейный квартал, съездили в село Нечкино, научились рукоделию и стали главными героями творческих практикумов. В этом мире все должны дружить друг с другом. Вот я это почувствовал именно в Ижевске и проиграл много друзей. Не обошлось и без работы по площадкам, визитных карточек, мастер-классов и презентаций. И взрослым, и детям всем хотелось поделиться своими знаниями и опытом, рассказать миру о своей родине. Нашему городу в этом году исполнилось 300 лет. Мы рассказали о наших пермских легендах. В частности, легенда о камнях, полюте Витлан и легенда о пермском богатыре Кудым-Ош. Актер Аркадий Широградский стал первым наставником в творческих онлайн-мастерских проекта «Дети Евразии. Послы мира». На оффлайн-встрече в Удмуртии он рассказал, как проходили съемки интернационального фильма в Китае, в котором он сыграл одну из главных ролей. И поговорил с детьми о том, могут ли актеры быть послами мира. Я очень люблю это время, я очень люблю Удмуртию в это время, по крайней мере, потому что я чаще всего бываю именно в сентябре в Удмуртии. И здесь, в Ижевске, в Нечкино. Итогом проекта «Дети Евразии. Послы мира» будет 50 и более медиапроектов в области развития детской дипломатии и укрепления евразийского партнерства в информационной среде. Евгения Фахурдинова, Дмитрий Миронов. Специально для программы «Время русского мира». В пяти городах Израиля провели бесплатные очные семинары для преподавателей русского языка и родителей двуязычных детей-билингвов, посвященные вопросам сохранения родной речи. Что именно в современном образовании волнует наших соотечественников сегодня, расскажет Татьяна Орлова. Накануне в этих израильских городах завершили свою работу эксперты, приглашенные Российской некоммерческой организацией Центр современных образовательных технологий. Семинары прошли при поддержке Россотрудничества о целях проведения – это популяризация русского языка и русскоязычного образования в Израиле. На семинарах мы рассмотрим вопросы работы с билингвами, сохранение русского языка в смешанных семьях, вопросы методики преподавания русского языка и русской литературы в условиях цифровой образовательной среды. Участники семинаров обсудили, как меняется русская речь с приходом новых технологий и развитием цифровой среды. В центре внимания были и методические приемы работы с билингвами, а также вопросы сохранения и развития у детей интереса к изучению языка. Интернет в том виде, в каком мы его знаем, существует чуть больше 30 лет. Однако его влияние на наш язык, речь, коммуникацию трудно переоценить. Правила деловой переписки, общение между людьми, начало и окончание разговора, юмор – все это серьезным образом меняется под влиянием виртуальной коммуникации, цифровых технологий и так далее. Какие они, мифы о русском языке? Существуют ли смертельные болезни у современного русского языка? Как соориентироваться в современной литературе для детей и подростков? На эти и другие вопросы эксперты искали ответ вместе с посетителями семинаров. Сегодня мероприятие было очень теплое, очень близко к сердцу, для меня особенно, потому что Россия для меня дорогая и я люблю русский язык. Участники семинара обсудили и методику работы с лингвистическими задачами на уроках русского языка как иностранного. Педагогическое общение и речевой этикет педагога в цифровой образовательной среде. Очень понравилось, отличные впечатления, много нового узнали для себя, как для мамы Белинговой. Мой сын знает два языка, даже больше. Мы занимаемся с ним, также с другими детьми и узнали много новой информации. Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, по состоянию на 2022 год, русский язык является родным для практически 13% жителей страны с населением около 10 миллионов человек. Таким образом, русский язык в еврейском государстве третий по числу носителей языка после иврита и арабского. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». «Сохраним Арктику, спасем планету» – под таким тематическим хэштегом стартовал четвертый всероссийский экологический диктант с международным участием «Экотолк». Принять участие в нем может любой желающий, вне зависимости от места жительства. За три прошедших года в экологическом диктанте «Экотолк» приняли участие представители более 120 стран мира. Сегодня к акции присоединились Монголия, Республика Кот-де-Вуар, Сьерра-Леоны и Сирийская Арабская Республика. Ежегодно в организации диктанта «Экотолк» принимают участие Николай Дроздов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Кобылкин, Ольга Тимофеева и другие известные личности, в том числе и космонавты Роскосмоса. В России вопросами формирования экологической культуры и просвещения уделяется самое пристальное внимание. Развитие экологического образования и воспитания – это одна из приоритетных задач государства. Мы убеждены, что тема «Устойчивое развитие» начинается с тебя, являющаяся девизом экодиктанта, как никогда актуальна для современной России, внедряющей принципы экологической и социальной ответственности. Основные вопросы текущего экологического диктанта – это повышение интереса к российской природе и русскому языку, популяризация российских исследований. Что касается локации, то в этом году «Эко-Толк» традиционно проходит и на необычных площадках – в Кисловодском национальном парке, на атомных ледоколах, в поездах «Сапсан», «Ласточка» и даже на орбите. Для того, чтобы принять участие в экологическом диктанте, нужно создать личный кабинет на сайте ecodiktant.ru и пройти тест до 18 сентября. Любовь Курьянова специальная для программы «Время русского мира». В Московском цирке Никулина прошел первый международный фестиваль под названием «Артист». По замыслу организаторов мероприятие не только популяризирует цирковое искусство, стараясь сохранить традиции русского цирка, но и помогает поиску молодых дарований. Познакомиться с юными талантами отправилась и наша съемочная группа. На три дня площадка цирка Юрия Никулина превратилась в мир магии, волшебства, захватывающих выступлений и исполнительского мастерства артистов со всего мира, где русский цирк занимает лидирующие позиции. «Слышать смех – радость, вызывать смех – гордость», – говорил народный артист СССР Юрий Никулин. Сегодня его слова подхватывают участники международного фестиваля «Артист». Впервые после пандемии он проходит в новом формате. Конкурсантов оценивало международное жюри, ведь здесь собрались представители разных континентов – от Северной Америки до Австралии. Если мы говорим про российский цирк, про наш цирк, то, скорее всего, без животных. Сложно представить цирк без животных, я бы даже сказал невозможно. А если мы говорим про цирк в общем, то это без зрителя и без артистов. Я не люблю такие слова, как энергетика, как что-то мистическое или еще что-то, но когда ты находишься, казалось бы, в тишине и в темноте в зале, ты слышишь реакцию, ты слышишь смех, ты видишь, что происходит в манеже. Неосознанно. Ты, понятное дело, что это не видишь, но что-то в этом есть. Быть артистом – далеко не легкое занятие. Чтобы сиять под куполом цирка, приходится тренироваться день и ночь. Послабление даю даже самым маленьким артистам. Секрет идеального выступления у каждого свой. Некоторые участники согласились поделиться им с нами. Я не очень люблю, когда перед самым выходом мне переходит дорога вот так вот, передо мной, потому что это плохая примета. А так, в целом, я не самый суверный человек. Перед номером я никому не даю гладить своих дрессированных головей, и чтобы справиться с моим мнением, я всегда танцую. Мы просто любим друг друга, обнимаемся, желаем друг другу удачи. Складываем ручки вот так. Кричим «Балет! Цирк Николь на самый лучший в этом мире!» В конкурсной программе фестиваля приняли участие артисты из 15 стран. Среди них франко-швейцарский дуэт, чилистский артист Сергео Пауло, воздушные гимнасты из Китая и многие другие. Зрителей удивляли уже состоявшиеся артисты и воспитанники цирковых школ, представляя их вниманию с самой разной жанры – от акробатики до дрессуры. Это моя жизнь. Я танцую с 2011 года, вообще из Ангарска, Иркутская область. Вот танцую, поступил сюда, в Москву, на хореографическое отделение в колледж, Московский губернский колледж искусств. Отучился и вот пришел в цирк. У меня здесь работали уже ребята в балете. И вот как-то я к ним тоже присоединился. И очень рад, что я работаю именно в этом цирке, в самом лучшем цирке страны, в самом лучшем балете, с самыми лучшими хореографами. И у нас очень замечательный коллектив. Несмотря на титанический труд, каждый артист цирка признается, что его профессия того стоит. Аплодисменты, улыбки зрителей, свет софитов являются лучшим мотиватором для дальнейшей работы и развития. Софья Горимыкина, Равиткор, специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя, всего доброго и до свидания.